Масштабная реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого вышла на финишную прямую. Фасады и внутреннее убранство уже переливаются оттенками янтарного и малахитово-зеленого. Внутри вручную расписывают купол. Большинство работ выполняют самарские мастера. А вот керамическое обрамление и фрески на фасад изготовили в Ташкенте. Проект достаточно сложный. Его и фасадная часть, и внутренний отдел, где присутствует. Работа с гранитом, рамором. На фасаде сложные орнаменты из лепнины и керамики. Частично было заказано в Ташкенте изготовление керамики. Это особенно надпись «Изаята». Готовы молельные залы, комната для никяха, обряда бракосочетания по исламу. Преобразился и цокольный этаж. Мы спустились в цокольный этаж, этого ничего не было. Здесь вот как раз граница была старой мечети. Здесь у нас сама комната тахарятная, то есть это комната омовения. Осталось благоустроить прилегающую территорию. Ведь в планах не только реконструкция исторической мечети, но и создание целого культурно-исторического комплекса. Эта тема была главной на встрече губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, главы города Елены Лапушкиной с представителями мусульманского бизнес-сообщества. Это памятник культурно-исторического наследия многонационального народа нашей земли. Место, безусловно, духовной силы и, конечно, жемчужины в облике областной столицы, которые мы должны помочь засиять вновь. Эта реконструкция ведется с 2008 года. И спасибо правительству, что, во-первых, вернули вот это здание. Это здание, которое было построено на стиле с меценатов. Оно в советское время было использовано по другим, не по религиозному назначению. Но потом, в 90-х годах, начался возврат этих зданий. Главное предназначение исторической мечети и комплекса, который должен здесь появиться – сохранение и развитие духовных традиций, укрепление мира и согласия в обществе. Традиции добрососедства между всеми людьми независимо от национальной и религиозной принадлежности. Ольга Хомракулова, Константин Головин. События.